И начнем с самой горячей темы. Вчера Совет Федерации отклонил закон о запрете контактной притравки. С чем это связано? На мой взгляд, то, что произошло в Совете Федерации, это, безусловно, победа владельцев и хозяев этого кровавого притравочного бизнеса. Это никакое не лобби охотников, потому что охотники в большинстве своих против контактной притравки, потому что на притравочных станциях основной клиентурой являются не охотники. Мы проверяли специально, там большинство это люди, не имеющие охотничьих билетов, являются клиентами притравочных станций. Туда приходят люди с бойцовыми собаками, поразвлечь себя, поразвлечь свою собачку, чтобы она попробовала кровь. Потом эта бойцовая собака без намордника идет гулять на детскую площадку с понятными, к сожалению, зачастую последствиями. Но этот притравочный бизнес – это огромные деньги, это десятки миллионов рублей, никак не учтенные, не облагаемые налогами, полностью находящиеся в тени. Ни один человек в России не знает, сколько притравочных станций. Цифры разнятся от 150 до 2000. Это только тот диапазон, который мы наблюдали и слышали. И вот это притравочное лобби, они сначала нарезали круги вокруг Государственной Думы, и мы ощущали это давление и попытки этого шантажа, когда мы принимали этот закон. Но в итоге Государственная Дума этот закон приняла единогласно во всех трех сочтениях, там буквально несколько были против и несколько воздержавшихся. Но несмотря на разницу партийных, фракционных позиций, о Государственную Думу, это лобби вот этой притравочной, свои зубы обломало. И закон через Государственную Думу прошел. Ну, очевидно, они пошли, значит, куда-то еще. И вот вчера Совет Федерации, значит, соответственно, не стал одобрять этот законопроект. Это, конечно, на мой взгляд, такой очень серьезный удар по году экологии, потому что запрет контактной притравки, это было одно из главных требований зоозащитного сообщества и огромного количества граждан, потому что мы примерно 200 писем в день получаем, наш комитет, с требованием запретить вот это вот варварство. Это, конечно, огромный удар по итогам года экологии. Вот, знаете, такой подарочек под елочку всем вчера сенаторы сделали. Я просто хочу вам показать, за что именно вчера проголосовали члены Совета Федерации. Я вам хочу показать фотографии с притравочных станций. Вот что там происходит. Значит, и что члены Совета Федерации решили сохранить. Потому что если бы вчера закон был одобрен, он бы ушел на подпись президенту, и вот эта вот контактная притравка, она была бы запрещена. Контактная притравка – это когда зверей сажают в тесные клетки, чтобы они там не могли двигаться, чтобы снизить их подвижность, чтобы они, не дай бог, не навредили охотничьей или бойцовой собаке. Им вырывают когти, им вырывают клыки, их обкалывают транквилизаторами, морят голодом, чтобы они были менее агрессивными. И после этого на них спускают собак. Вот посмотрите, как это происходит. Собаки рвут живых зверей, часто загрызают насмерть. Когда-то животное может уцелеть, тогда его бросают обратно в клетку, не оказывая ветеринарной помощи, потому что ветеринарные службы не могут зайти туда. И животное либо погибает там без ветеринарной помощи, либо выживает, и тогда его отправляют на очередной сеанс притравки. Там есть и лисы, и еноты, волки, барсуки, медведи, все что угодно. И очень часто туда списывают цирковых зверей, которые выходят на пенсию, и после этого их к столбам приковывают, и звери их рвут на части. Вот в каких условиях они содержатся. Вот медведь в клетке, которая по размерам меньше, чем сам этот мишка, для того, чтобы он просто менее подвижный был, и собачке, не дай бог, не причинил боли. Вот это сохранили вчера члены Совета Федерации, которые проголосовали против принятия нашего законопроекта о запрете притравки. Это называется живодерство. Вот то, что сегодня происходит на притравочных станциях, это называется всего одним словом – живодерство. И благодаря вот этой позиции Совета это будет дальше процветать, потому что это огромные деньги, огромный бизнес. Я вам могу сказать, что 20 тысяч рублей стоит притравка, например, на полудикого кабана, который содержится в полувольных условиях, то есть ему там спилят клыки, чтобы он не повредил вашу собаку. Дальше вашим собакам могут дать его загрызть насмерть. После этого плохое мясо, которое покусанное, бросят собакам, срежут. А из хорошего вам прямо на природе пожарят шашлык за 20 тысяч рублей. Можете зайти на форумы, посмотреть. Это все цены, которые я прям взял оттуда. Просто мне интересно было, сколько это стоит, какой это доход приносит. Ну, серьезный бизнес. Поэтому никто не хочет выводить его из тени, из тех, кто выступает за сохранение вот этого варварства. Еще раз говорю, это не имеет ничего общего с охотой, потому что тот законопроект, который мы предлагали, он никак не ограничивает охоту в нашей стране. Потому что действительно у нас много охотников, это такое традиционное хобби. Хоть многим зоозащитникам это и не нравится, но для многих людей это является увлечением. А для некоторых народов, коренных малочисленных народов севера, например, это вообще способ существования. Но если они не будут охотиться, они умрут. Но никто из них не натаскивает своих собак охотничьих. Найдите там в Якутии или там, значит, где-нибудь там на Ямале или в Ханты-Мансийском автономном округе. Кто там натаскивает собак на притравочных станциях? Никто. Потому что эта собака погибнет на первой же охоте. Потому что она привыкла к тому, что мишка прикован к столбам, и его можно рвать, что когтей у него нет и зубов тоже. И на первой же охоте ей придет конец. Молодую собаку всегда они берут на охоту с более опытными псами, для того, чтобы она вместе с ними училась охотиться. И это заведено там столетиями назад еще было. Никакой контактной притравки. Пропадет собака просто. То есть никакого здесь конфликта с охотниками нет. Большинство охотников поддерживает запрет этого варварства. А самое главное, что бьет в этом законопроекте по вот этому притравочному бизнесу, это, конечно, то, что мы этим законопроектом разрешаем бесконтактную притравку только в охотхозяйствах. И туда должны зайти сразу ветеринарные службы, туда должны зайти сразу надзорные ведомства, там должны быть сразу установлены понятные правила стержания животных в этих вольерах. И, конечно, это сразу нанесет удар по этим бесконтрольным вещам, которые я вам сейчас показал. Дополнительные расходы придется нести. Поэтому там были коллеги, которые в том числе и говорили, что я там владелец техохотхозяйств, как я там против себя, что ли, буду голосовать. Конфликт интересов называется. Сейчас будет создана согласительная комиссия. Как вы думаете, какие будут итоги ее работы? Ну, давайте мы посмотрим. В конце января Витя Ивановна дала поручение доработать. Значит, давайте мы посмотрим, потому что у нас-то принципиально в этой нашей идее и в нашем законопроекте это запредить физический контакт между собаками и дикими животными. То есть в 70 странах мира, во всех развитых странах, где не запрещена охота, потому что во многих странах охота в принципе запрещена, там, где охота не запрещена, там есть притравка. Но она нигде не бывает контактной, кроме России. Причем и в том числе в странах, которые сопоставимы с нами по климатическим условиям и по количеству и номенклатуре диких животных, которые живут в лесах, там и так далее. Осуществляется бесконтактная притравка. То есть когда животное может чуять зверя, значит, ориентироваться по следам, значит, идти на запах и так далее. Но нигде нет вот этих вот моментов, которые я вам демонстрирую. Когда в пасть лисе, значит, сосовывают палку, чтобы она, не дай бог, не прикусила собачку. А собачки разрешают рвать лису, пока, значит, та не истечет кровью. Но это не притравка, это травля, во-первых. Во-вторых, это живодерство. Поэтому посмотрим, значит, как будет работать эта комиссия. Но мое мнение, вот ключевой смысловой доминантой нашего законопроекта, которым, кстати, авторами которого являются представители всех парламентских партий. Тоже, понимаете? Ведь когда Госдума голосует единогласно за принятие этого законопроекта, несмотря на очень бурное обсуждение тоже, это означает, что мы голосуем, представляя всех своих избирателей. За каждым из нас по полмиллиона человек. Наша избирательная округа. Поэтому очень странно, конечно, выглядит вчерашнее решение Совета Федерации. Судя по всему, вот нашли подходы к сенаторам. Владимир Владимирович, закон о животных. Когда он все-таки будет принят и в какой стадии подготовки он сейчас находится? Если речь идет о законопроекте об ответственном обращении с животными, то это законопроект, который был внесен в Государственную Думу в 2010 году. Наш комитет в этом созыве его доработал, практически переписав заново, доработал и подготовил ко второму чтению. Сейчас, на мой взгляд, мяч полностью на стороне правительства Российской Федерации. Потому что правительство Российской Федерации должно подготовить важнейшие подзаконные акты, без которых этот закон будет просто пустышкой и не сможет работать. Речь идет, конечно, о Министерстве природы. Ну, то есть, если говорить о профильных ведомствах, речь идет о Министерстве природы. Потому что подзаконными актами должны быть регулированы, например, такие вопросы. Содержание вот этих вот приютов, в которых будут находиться бездомные животные. Как будут они выглядеть? Потому что иначе собак будут скидывать просто в выгребные ямы и говорить, да это у нас такой приют, вот он так выглядит. А потом засыпать сверху землей. Чтобы этого не было, должны быть требования к приютам. Должны быть разработаны правительством требования к циркам и зоопаркам, потому что теперь это лицензируемые будут виды деятельности в соответствии с нашим законопроектом. И как они должны осуществляться, чтобы не было вот этих вот безобразных там поглоти нота, вот всяких вот этих вот историй, когда контактные зоопарки, в которых просто пачками умирают звери, потому что они являются ночными животными, например, а их днем там тискают, мучают. Они получают там огромное количество этих вот прикосновений, бактерий, с которыми они вообще не должны сталкиваться. И от этих всех нарушений просто погибают там спустя несколько дней. Их выкидывают сразу, заменяют другими. Вот этих вот дельфинариев, где дельфины живут в ваннах, там с какой-то мутной грязной водой, не имея возможности пошевелиться, они там просто как селедки вот в компоте в каком-то плавают. Чтобы этого не было, правительство должно разработать подзаконные акты. Правительство должно разработать подзаконные акты, которые отрегулируют деятельность, например, общественных инспекторов. Это по закону теперь будут люди, которые вот не являются чиновниками, но будут иметь возможность проверять то, как функционируют приюты и вот эти вот все учреждения. И пока ни одного акта мы не просто не видели. Я знаю, что их даже не начинали разрабатывать. Вот ситуация. Второй момент. Там есть целый ряд ведомств, которые друг с другом не могут договориться в правительстве. Как будет осуществляться регистрация? Потому что мы, например, Государственная Дума и наш комитет настаивают на том, чтобы регистрация обязательно была бесплатная. То есть регистрация животных нужна, она есть во всем мире. Но я считаю, что она должна быть бесплатной, и любая бабушка должна иметь возможность зарегистрировать всех своих 15 котов, которые она держит у себя дома. Потому что надо ей спасибо сказать, она сердобольный человек, она кормит там их, заботится о них. Но она должна их иметь возможность зарегистрировать бесплатно. При этом кто-то, кто хочет регистрировать платно, должен иметь и такую возможность. Почему? Потому что я считаю, должна быть создана возможность людям выбора. Кто-то захочет чипировать свою собаку, пусть чипирует, это должна быть возможность такой регистрации. Кто-то захочет, значит, получить там специальный штрих-код на ошейник. Вопросов нет. Но из этого дешевые способы регистрации типа штрих-кода должны быть бесплатными. Пришел, значит, зарегистрировал, все. Штрих-кодирование ушел. Если ты хочешь чипировать, например, чтобы вывести собаку в другую страну, на выставку, еще куда-то, или просто хочешь там чип, чтобы там была информация о прививках, там еще родословные и так далее. Вопросов нет. Значит, но выбор должен быть и возможность бесплатной регистрации. Второе. Я могу сказать, что никакого налога на животных не будет. То есть вот эти вот все рассказы и разговоры, всякие эти пугалки, что ведут какие-то налоги на животных, это полный бред. Значит, никогда такого не будет. И это наша принципиальная позиция, нашего комитета. Но, знаете, у нас некоторые ведомства в системе исполнительной власти друг с другом разговаривать не могут вообще. Мы это очень часто наблюдаем. И здесь та же самая история. В итоге, помимо того, что никто до сих пор не начал писать вот эти вот подзаконные акты, мы наблюдаем еще один процесс, что этот закон, значит, Министерство природы, разные другие ведомства, начали вот так вот, знаете, как в народе говорят, дербанить и растаскивать на отдельные нормативные акты. Значит, регистрацию начали выводить в закон о ветеринарии. Притравку хотели вывести в закон об охоте, причем в формулировке, которая нас не устраивала, которая бы фактически сохранила вот это вот живодерство. Поэтому нам пришлось это делать самим, брать на себя это и принимать вот, значит, в нормальной формулировке, которая действительно устраивает и зоозащитников, и охотников, но не устраивает вот этот вот представитель этого бизнеса кровавого, притравочного. Вот, поэтому вот такая объективная сегодня ситуация, значит, как только мы поймем, что правительство готово, потому что они тоже участники этого процесса. Есть какой-то конкретный срок? Ну, вот вы их пригласите сюда, да спросите. Ну, еще раз говорю, значит, на их стороне сейчас. Что касается регистрации, все-таки какая будет процедура? Ну, я не знаю, коллеги, но если они сейчас хотят регистрацию вообще вывести в отдельный закон, понимаете? И, судя по всему, будут вносить поправки в закон о ветеринарии и так далее. Позицию нашего комитета я вам озвучил, какая должна быть регистрация. Как они ее реализуют, ну, мне сложно сказать, потому что, еще раз говорю, иногда, знаете, в одном ведомстве, в том же Минприроды могут существовать разные точки зрения. А когда этих ведомств несколько, ууу. Ну, а какие у вас прогнозы? Все-таки какая будет регистрация? Чипирование и штрих-коды, да, скорее всего? Значит, вот я могу вам только повторить то, что я сказал. Те позиции, которыми я, как представитель комитета по экологии и охране окружающей среды, считаю правильными. Владимир Владимирович, какие еще итоги работы комитета в этом году? Какие самые яркие законы были приняты? Ну, давайте закончим тогда тему с животными. Я все-таки скажу, что мы, конечно, совершили прорыв в этом году, приняв закон, который ужесточает 245-ю статью, жестокое обращение с животными, это 245-я статья Уголовного кодекса. И прорыв заключается в том, что впервые мы законодательно прописали, что животное может чувствовать. Это действительно новая страница, и до этого животное было вещью по законодательству Российской Федерации. Это было вещью, оно не могло чувствовать по определению. Ваша сумка ведь ничего не чувствует. Носовой платок ничего не чувствует. Животное было приравнено к этим вещам. И то, что мы изменили диспозицию 245-й статьи Уголовного кодекса, и прописали там, что причинение боли и страданий животным является само по себе преступлением, и теперь может караться лишением свободы до 5 лет. То, что мы прописали там, уголовную ответственность для докхантеров, то есть тех, кто массово уничтожает собак, значит, мы прописали там ответственность за садизм отдельно, это во вторую часть вынесено, то есть это тоже тяжелое преступление средней степени тяжести теперь. Мы прописали отдельную ответственность для тех, кто совершает действия в присутствии несовершеннолетних, малолетних, что сейчас характер эпидемии настоящий носит. То, что мы прописали там ответственность для тех, кто осуществляет трансляцию в интернет своих жестоких вот этих вот действий, Это очень большой шаг вперед. Самое главное, что удалось переквалифицировать эти преступления в средней степени тяжести. О чем это говорит? Это говорит о том, что теперь их расследовать будут не дознаватели, как раньше, а следователи, более профессиональные полицейские. Что серьезно расширяется номенклатура следственных действий, которые можно совершить в отношении подозреваемых. Увеличиваются сроки расследования, что делает более высокими шансы на поимку преступников. И преступников теперь можно помещать в следственный изолятор. Раньше их надо было отпустить домой сразу. Поэтому, конечно, шаг вперед сделан очень большой. Я считаю, что прорыв был сделан и с запретом контактной притравки. Это серьезный, очень мощный закон, который реально должен был покончить с варварством в России. Дальше мы планировали вести настройку следующим образом. Проводить настройку кодекса об административных правонарушениях, в той части, которая связана с обращением с животными. Донастроить механизмы досудебной блокировки сайтов, содержащих живодерский контент. То есть это краш-фетиш и еще несколько таких жанров, которые провоцируют людей на совершение таких преступлений объективных. Я вам рассказываю. Это были планы. Сейчас мы это все, естественно, отодвигаем, потому что мы будем биться за принятие нашей редакции закона о запрете контактной притравки, чтобы исключить физический контакт между псами и дикими животными, чтобы исключить то живодерство, которое я вам показал. Это то, что касается защиты животных. И именно Государственная дума 7-го созыва, нашего созыва, начала настройку вот этой сферы законодательной. Законодательной. Потому что раньше, до этого, это вообще была неотрегулированная сфера. Ну если животные вещи, что там регулировать? А главный ляп, главный ляп года экологии, это вчерашнее голосование Совета Федерации. Вот это худшего вообще придумать было нельзя. Вот под занавес года экологии, когда все подводят итоги, когда всем понятно, что сейчас идут вот эти вот пресс-конференции, что все выходят и так далее. Вот так вот, знаете, подставиться, что называется, было тяжело. Причем надо отдать должное спикеру Совета Валентине Ивановне Матвиенко. Она вчера, конечно, делала все возможное и невозможное для того, чтобы эту ситуацию как-то удержать. И когда там, ну я поделюсь с вами впечатлениями, когда во время моего короткого выступления меня там несколько раз прерывали, просто потому что кричало одновременно несколько десятков человек, вы знаете, я вот в Государственной Думе 6 лет, я ни разу такого не видел. Хотя у нас 450 депутатов, очень серьезная, вы знаете, фракционная располюсованность, то есть иногда есть прям непримиримые позиции между партиями, но такого не было, то есть есть политическая культура, и кем бы, с какой бы позиции не выходил твой оппонент, а мы, кстати, приглашаем в том числе и непарламентские партии на заседание, и там-то искрит вообще, но все очень корректны. Хотя, вы знаете, у нас есть очень много эмоциональных депутатов, которые, значит, фору дадут кому угодно, но все в рамках. А та политическая культура, которую я вчера наблюдал, значит, ну это просто на меня очень впечатлило. Владимир Владимирович, наверное, у коллег есть вопросы? Наверное. Можно я вам зачитаю? Ну, потому что на меня могут обидеться коллеги, если я буду их, значит, неправильно цитировать, я буду цитировать их буквально. Вот сенатор Александр Вайнберг. Охота — это боевое самбо, где нужен контакт, но он таким образом защищает контактные притравочные станции. Значит, вот сенатор Сергей Калашников. Одобряя этот закон, мы идем в том же тренде, скажем так, охраны прав сексуальных меньшинств и прочих таких законов. Это вот аргумент Калашникова. Я цитирую буквально. Вы можете стенограмму взять. Вот, значит, Сергей Иванов, еще тоже сенатор. Я объездил много стран от Северной Америки до Африки. Бесконтактная натравка собак — это полная чушь. Ну, при том, что это в 70 странах принято. Ну, полная чушь, ладно. Значит, вот Леонид Лебедев. Этот закон сравним с секторальными санкциями против 5 миллионов мужиков в уфайках и ушанках, для которых такая работа по натравке. Это жизнь. Ну, я могу дальше продолжать, но вы можете открыть. Я выложил это видео сегодня. Значит, там все это, значит, обсуждение и услышать сами аргументы членов Совета Федерации. Причем, тут, коллеги, вы поймите, ничего личного. Вот я многих из них знаю уже долгие годы. Это хорошие люди, значит, очень приличные и спокойные. Но вчера они для меня многие открылись с другой стороны. Что там произошло между голосованием в Государственной Думе и голосованием в Совете Федерации, мы не знаем.